Цены те же, но кошелек легче Цены те же, но кошелек легче Банк России подтвердил рост инфляционных ожиданий в апреле 1. Газета «Коммерсант» номер 77 от 30 апреля 2019 года Строение 2. Опубликована информация об инфляционных ожиданиях, выросших в апреле 2019 года Это заставило Банк России отложить снижение ключевой ставки Одной из возможных причин неожиданного роста ожиданий стало снижение в первом квартале реальных располагаемых доходов Рост ощущения недоступности определенных товаров при неизменных ценах По крайней мере часть населения России может воспринимать как рост цен Банк России опубликовал бюллетени инфляционные ожидания и потребительские настроения за апрель 2019 года В котором содержится информация, де-факто заставившая совет директоров ЦБ 26 апреля отказаться от повышения ключевой ставки С. М. Твердый знак от 27 апреля О неожиданном росте инфляционных ожиданий населения в апреле сообщил в тот же день сам Банк России, но без подробностей Вчерашняя же публикация подтверждает рост и оценок наблюдаемой инфляции за предыдущие 12 месяцев С 9,1% в марте до 9,4% в апреле И ожидаемого на ближайший год прироста индекса потребительских цен С 10% в марте до 10,5% в апреле При этом собственные вычисления Банком России на основе того же опроса Фонда общественное мнение ФОМ, реальных инфляционных ожиданий, коррелирующих с субъективными оценками Напротив, фиксируют их снижение с 5,7% до 5,5% Впрочем, это не позволило ЦБ игнорировать данные, свидетельствующие о незаякоренности инфляционных ожиданий и даже об увеличении их волатильности весной 2019 года Почему ЦБ сохранил уровень ключевой ставки в 7,75% годовых? В обсуждении аналитиками Банка России причин обеспокоенности населения ценами однозначной версии о причинах происходящего нет Так, в ЦБ констатируют, что в значительной части случаев респонденты ФОМ отмечали сильный рост цен, по которым данные Ростата демонстрируют стабильность или снижение в феврале-марте, например, на услуги ЖКХ, топлива, некоторые виды продовольствия Опрос проводился с 1 по 11 апреля, и ЦБ допускает, что какая-то часть эффекта могла быть обусловлена небольшим ослаблением рубля в конце марта, начале апреля, которая, впрочем, в эти даты не выглядела огражающим и значительным Между тем, в качестве одной из версий Банк России приводит соображение, которое может быть критически важным для понимания природы изменений потребительских настроений и инфляционных ожиданий, прямо связанных друг с другом Возможно, что респонденты транслируют в свои оценки инфляции суждения об уровне цен, а не об их изменении В этом случае, очевидно, причины достаточно неожиданного повышения инфляционных ожиданий следует искать в динамике доходов домохозяйств в последние месяцы Как ЦБ поверил в прошлое ВВП, но еще не верят в будущее С одной стороны, в вышедшем вчера же экономическом обзоре ЦБ, бюллетень экономика за март 2019 года Подтверждение этому найти можно ЦБ отмечает приостановку в феврале-марте 2019 года прироста реальной заработной платы в годовом измерении как в госекторе, так и в частных компаниях Это обусловлено как вряд ли прямо наблюдаемым населением эффектом базы Предвыборный рост зарплат в феврале-марте 2018 года, так и вполне наблюдаемым приростом выше таргета ЦБ в 4% индекса потреб цен, 5,1-5,5% Последнее неплохо коррелирует с замедлением в первом квартале роста обороты розничной торговли, с 1,9% до 1,6% в марте Эти события происходили на фоне роста спроса домохозяйств, сокращения депозитов населения и роста розничного кредитования Иными словами, доходы населения росли в январе-марте 2019 года медленнее, чем их расходы И по крайней мере для части домохозяйств невозможность потребления в ожидаемых объемах, возможно, могла транслироваться в повышенные инфляционные ожидания Наконец, этот момент практически не обсуждается в биолитенях ЦБ Сезонные пики роста доходов населения в конце 2018 года сдвинулись с традиционного декабря на ноябрь Нельзя исключать, что, столкнувшись с богатым Новым годом досрочно, домохозяйства к марту ущерпали короткие сбережения И обнаружили общую дороговизну, которая может восприниматься субъективно как рост цен Ростат расширяет методику исчисления бедности Если эта версия подтвердится, происходящее можно считать одноразовой историей Однако трансляция депривации в потреблении в инфляционные ожидания может стоить ЦБ довольно дорого С одной стороны, практически по всем показателям инфляционный опрос ФАМА за апрель крайне благоприятен для ЦБ Кроме двух результирующих цифр, он самыми разными способами указывает на будущее снижение инфляционных ожиданий Однако зависимость их от реальных располагаемых доходов, они за первый квартал 2019 года упали на 2,3%, возможно, будет давить на инфляционные ожидания и далее Причем этот эффект, очевидно, накапливается Расширение потребкредитования, несмотря на усилия ЦБ, может и далее ограничивать, через гипотетический механизм трансляции депривации в ценовые ожидания, возможности денежно-кредитной политики Банка России Дмитрий Бутрин